МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты живёшь по инерции. Пробки, работа, знакомые маршруты, удобная обувь. Каждое утро ты сливаешься с толпой, пока не наступит час икс. День, который нужно встретить готовый на все сто. И выглядеть великолепно. Но что делать, если на подготовку остались ровно сутки? Мы знаем, кто тебе поможет. Успеть за 24 часа модное шоу на СТС, где сбываются мечты. Стилист Александр Рогов и его команда за сутки перевернут твою жизнь. КРИКИ Люди, я не знала, что я такая красивая. Только здесь офисная скромница может превратиться в R&B-звезду, домохозяйка в диву итальянского кино, а воспитательница детского сада в фамфаталь. Всего 24 часа, и самая обычная девушка станет той, которой оборачивается вслед. Всем привет, с вами Александр Рогов, и вы смотрите модное шоу «Успеть за 24 часа» на канале СТС. Наша сегодняшняя героиня Ира – профессиональный инженер-автомеханик. Сама себе на самом деле принц на белом коне. Если и надо, и масло зальет, и колесо поменяет легким движением руки. Но вот почему автоледи своим видом распугала всех кавалеров, и куда может привести горячая любовь к тюнингу? Скоро узнаем, поехали за Ирой. Даже акриловые ногти не мешают Ире делать свою работу лучше всех. Трудно поверить, но эта любительница автозагара и пирсинга училась на автотракторном факультете и работает с лесарем-электромонтажником на солидном предприятии. Занимаюсь я на работе пайкой. И делаем мы ракеты. Раньше я паяла печатные платы. Сейчас я паяю стойки управления для этих ракет. Мужская профессия помогает ей в жизни. Перебрать мотор или поменять масло – для хрупкой девушки пара пустяков. Она привыкла быть самостоятельной. В 16 лет родила двоих сыновей и воспитала их в одиночку. Встречая Иру с детьми, люди нередко принимают ее за их старшую сестру. Ведь мама выглядит так, словно сама еще подросток. Вот мне проще оставаться в детстве, в этой детской одежонке, подростковом каком-то стиле, нежели найти себя в более элегантном стиле, да, как-то вот не умею я себя проявить. Сильная женщина мечтает о таком же сильном мужчине. Но ее странный внешний вид привлекает исключительно парней в возрасте не старше 25. И это страшно. Для меня это страшно. Я понимаю, что я могу этим внешним видом, наверное, испортить всю свою жизнь. Завтра Ира отмечает свое 30-летие, и она решительно настроена в корне изменить свой стиль. Мне хочется поменяться внешне, и я верю в то, что поменяется моя жизнь. Сможет ли Александр Рогов превратить женщину-фрика в элегантную особу? Узнаем через 24 часа. Ну, наконец! Ира, знаешь, чему я радуюсь? Нет. Ну, во-первых, привет. Здравствуй. Ну, что у нас вот такая участница. Здесь начес, тут хвост лисий, ногти вот такие. Класс! Спасибо. Я очень рад. Спасибо. Ну, на самом деле, поздравляю, это стала участница нашего модного эксперимента. Прямо сейчас отправляемся в мой офис. По дороге расскажу о правилах программы. Хорошо? Хорошо. Нужно сдать мобильный телефон. Останешься без связи. Не хочу, чтобы ты подсматривала, делала снимки на мобильный телефон. Ночевать дома не будешь. Я забронировал гостиницу. Правило номер три. Ты не будешь видеть своего отражения в зеркале. Ну, а теперь даже не правило, а условия нашей программы. Это ограничение во времени. С этой минуты. Ровно 24 часа. У меня мои команды есть на твое преображение. Время пошло? Да. Ира, ты выглядишь как фрик-дива. Тебе надо на сцене ночных клубов поступать с каким-то своим шоу. Ну, вот я себя так вижу. Может быть, не всегда это правильно? Ну, как ты думаешь, какое впечатление ты производишь на людей, когда они тебя видят? Я не думаю, что хорошее. Но это, опять же, мое ощущение. Совершенно не факт, что так на самом деле. Во-первых, к сожалению, вот так оно сложилось, что я привлекаю мужчин только младше себя. Удивительно. Ну, ты видела, как ты выглядишь? Доступно? Ты без юбки по улице ходишь? Да. С начосом, тут сережка. Это все очень легковесно. Легкомысленно тоже, да? Легкомысленно, легковесно. И всем кажется, что ты такая вся фифа, которая вообще о последствиях не думает. Мне сейчас стыдно будет. Так тебе должно быть стыдно. Мне стыдно. Мне правда стыдно. Потому что иногда я понимаю, что я мама двоих детей, что мне надо быть более мягкой. Про детей мне про своих расскажи. У меня двое детишек. Два мальчишки, они двойняшки. Достаточно взрослые уже. Я рано родила детей. Сколько им? 14 лет нам будет. Серьезно? Да. Расскажи мне, с какими сложностями ты в жизни столкнулась? Ты рано родила? Так было тяжело. У нас со здоровьем все было не очень хорошо, с детьми. А что было? Ну, есть у нас проблемы. Ну, это врожденный у нас резкий конфликт с мужем был. Поэтому, как бы, вот так оно случилось. Ну, трагедии мы никогда из этого не делали. Ни я, ни мои родственники. А что-то не в порядке с одним из детей, да? Да, с ребеночком у меня как бы не очень все хорошо было. Ну, сейчас все хорошо. Сейчас, слава богу, все великолепно. Да, мы такие спортсмены. Мы такие молодцы. Мы маму радуем. У большинства детей родители выглядят не так, как ты. Да. Когда твои дети видят, как выглядят чужие мамы, они не стесняются тебя? Микки Мауса меня тогда одноклассники обозвали. У меня была такая интересная прическа в виде двух ушей. Вот тогда, мне кажется, все-таки их покоробило это. Потому что ребенок акцентировал на это внимание. Мам, тебе Микки Маусом обозвали. Я думаю, его это обидело. И ему это было неприятно. Мне кажется, Микки Маус – это не комплимент. Это обидно, да. Это действительно обидно. Далее в программе. Как Ирина обнажить свои главные страхи и комплексы? Ну, это вообще катастрофа. Ну, он уже так играет. Она неисправима. Посмотрите. Так, давай договоримся. Есть смысл меняться? И как девушка получит возможность увидеть себя со страной? Если бы у нее была бы работа, дети, дела, проблемы, вряд ли она вот это все бы стригала. Вот это вот обидно. К чему будем готовиться? Какой повод? К дню рождения моему. А что это вот такой вот голос у нас? Ну, вот это очень особенное день рождения, так как я надеюсь, что ты во мне увидишь то, что я никак себе не могу рассмотреть. Почему иногда со мной разговаривает очень интересная женщина? Иногда вот такая. Ну, потому что вот я не могу еще себя найти. Я не могу себя собрать правильно. Ты реально какая-то потеряшка. О, наверное. И вот это вот твое иногда, а потом ты становишься сразу... Может, я не хочу взрослеть? Вернее, не то, что не хочу, может быть, я боюсь этого. Сколько тебе исполнится? Тридцать. Это, понимаешь, тоже парадокс. Ты иногда ведешь себя как маленькая девочка, вот этими гримасами своими. При этом я думал, что ты мне сейчас скажешь больше, чем тридцать. Признаюсь честно. И нам нужно вот это самая глобальная наша с тобой задача – все уравновесить. Ты не должна вести себя моложе, запомни, а выглядеть моложе. И при этом, выглядя моложе, ты должна вести себя серьезнее. Я надеюсь, ты мне поможешь окончательно это понять и принять для себя. Да. Ир, сейчас попрошу тебя переодеться в твой наряд для празднования дня рождения, в котором ты без моей помощи отправилась бы на свою вечеринку. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Переодевайся. Я думал, сейчас выйдет ко мне готическая принцесса во всем черном. А тут 12-летняя девочка. У вас коронавал, что ли? Нет. Ир. Ай. Ну, это вообще катастрофа. Ну… Это очень забавно. Это очень смешно. Если бы ты мне сейчас сказал, Саша, у нас тематическая вечеринка, все придут в карнавальных нарядах. Но у тебя не тематическая вечеринка, у тебя не карнавал, и тебе не 12 лет. К сожалению. Или к счастью. У тебя 30 лет исполняется. Ты выглядишь, как молодящаяся мадам, у которой снесло крышу. Не хочу стареть. Но мы с тобой не можем остановить время. Ничем, ни таким дурацким платьем, ни этими сапогами. Мы с тобой можем органично входить в новую фазу. Это вообще все по-другому. Ты умная, ты интересная, у тебя опыт какой за плечами. Ты представляешь? И все это можно выразить в одежде. А здесь выглядит, что ты. Ну вот я не умею этого делать. Это платье для маленькой девочки. Ну оно так играет. Ну поиграй давай, посмотрю. Ну играет. Ну оно очень играет. Ир. Да. И потом ты мне рассказываешь о том, что к тебе молодняк один липнет. Да. Понятно, вот юбочка играет. Я стараюсь это понять, но почему-то каждый раз, приходя в магазин, я не могу себя остановить. Критиковать это платье я не могу. Оно теоретически может остаться в твоем гардеробе, когда будет повод его надеть. Но не на празднование 30-летия. Это не серьезно. Я хочу, чтобы ты выглядела и серьезно, и сексуально, и продолжала эпатировать. Осталась бы собой. Но при этом никто бы не говорил, что ты. Ну он уже так играет. Она неисправима. Посмотрите. Так, давай договоримся. Есть смысл меняться? Да. Ты будешь дальше вот в этой пачечке стоять и говорить, а на края. Есть. Есть? Как скажешь, да. Нужно. Я пришел. Ты сама это понимаешь, ты это признаешь. И ты это чувствуешь. Про твой страх возраста вот это все говорит. Ты обнажаешь этим свой страх и свой комплекс. А ты можешь не бояться своего возраста, а адекватно в своем возрасте выглядеть. Я очень постараюсь тебя завтра научить это делать. Ну я пришла учиться. Хорошо. Будем учиться. Да. Я. Слушайте, повинуй. Но оно так длинненько. Ир, давай последний раз продефилирую в этом платье. Сейчас со мной вместе. Отправляемся, наконец, к стоматологу. Приступаем к твоему преображению. Пошли. И двигай бедрами. Давай. Давай, давай. Двигай. Да, вот так. Тынь, 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 тынь. Ну правда, он 12 лет. Здрасте. Привет, Саша. Привет, Глеб. Привет, Лаура. Знакомьтесь, это Ира. Ира – это Глеб Пекли, его команда. Они займутся твоей улыбкой. Ира, здравствуйте. Очень приятно. Прошу вас в кресло. Спасибо. Опять ты вот это включила. Спасибо. Открывайте, пожалуйста, рот. Скажите мне, пожалуйста, курите? Курю. Саша, я думаю, с помощью нашей интероральной камеры мы сегодня покажем налет курильщика. Такой тяжелый таниновый налет. Он предвестник того, что там может быть кариозный процесс. Ну показывайте. Ира, берите планшет в руку, пожалуйста. Открывайте. Вот смотри, Саша. Это таниновый налет, который образуется, если часто и много курить сигареты. Но мы сегодня сделаем только гигиену, или все-таки у нас хватит времени еще и на наше любимое отбеливание? Мы сегодня сделаем отбеливание, потому что, хоть есть и налет, но камушков нет, гигиена будет очень легкая. И сделаем отбеливание. Причем тип эмали у нее очень хороший. И если все-таки чуть-чуть отказаться от сигарет, то улыбка будет очаровательная. Ну улыбнись мне на прощание, Ир. Я скоро вернусь, поехал на шоппинг. До встречи. Спасибо, пока. Смотрите далее, как Ирина будет просить новое лицо. Вот так? Ну нет, можно сказать так. Вот так. А, Ир, ты так хочешь? Да. И как девушка узнает, что на самом деле думают о ней окружающие? Если бы у нее была бы работа, дети, дела, проблемы, вряд ли она вот это все бы выстригала бы. Она просто думала каждый день как бы поспать, и где бы еще денег взять. Вот это вот обильно. Пока стоматолог занимается улыбкой Иры, я отправляюсь на шоппинг. Мне предстоит настоящее украшение строптивой. Модными методами. Я на самом деле аплодирую Ире стоя за ее смелость. Она не такая, как все. Наслаждается этим, никого не боится. И обожает провоцировать окружающих. И у меня на самом деле нет цели сделать из нее скучную, законопослушную гражданку. Пусть остается самозбродной девушкой с гонором. Просто. Сейчас наши героини выглядят по-дурацки, ну, честно говоря, смешно. А я хочу, чтобы она выглядела стильно. Именно эту разницу мы с ней вместе будем искать. Бьюсь об заклад. Если бы Ира в магазине нашла вот такой топ с баской, интересной драпировкой, с асимметричным плечом, она бы пустилась во все тяжкие, подобрала бы к нему кожаные штаны, надела бы туфли на платформе и каблуке, начесала бы ирокез, Пойдя на поводу у этой сложной вещи. А я поступлю наоборот. Сложную вещь, вещь высказывания, окружу вещами понятными и простыми. К такому топу можно надеть черные брюки со стрелками. Или мои любимые джинсы. Они, кстати, идеальный нейтрализатор, прекрасно успокаивают такие кричащие объекты. Плюс, конечно же, туфли на высоком каблуке и вкладч с интересным декором. И этого, поверьте мне, будет более чем достаточно. Я надеюсь, Ира на примерке услышит меня, и сама освоит этот прием. Мне кажется, что Ира, любительница леггинсов, оценит мою находку. Я хочу предложить ей леггинсы из кожи, с высокой посадкой, которые в ее гардеробе, как мне кажется, будут совершенно незаменимы. Самое главное, носить их правильно, с удлиненным верхом, который прикрывает попу. Заметьте это. Ире я предложу на выход полупрозрачный топ с драпировкой. Вот он, как вы видите, правильной длины. Обратите на это внимание. И, конечно же, мне хочется настоящего фэшн-отрыва. Оторвемся на аксессуарах. И вот в таком комплекте Ира будет выглядеть не как молодящаяся городская сумасшедшая, а как самодостаточная, уверенная в себе женщина, которая знает, чего она хочет от жизни. Внимание, совет. Привет. Я знаю, что наша программа вдохновляет зрительниц на шопинг-загулы. После эфира многие из вас бегут в магазин за обновками. Девушки, будьте разумными. Я против бездумного потребления, особенно когда люди хватают синтетическую ерунду, просто потому что она дешево стоит. Для того, чтобы хорошо выглядеть, не нужно много одежды. И, скорее всего, большинство из тех базовых вещей, про которые я рассказываю, уже есть в вашем гардеробе. А если чего-то не хватает, но что-то очень сильно хочется, лучше не спешите, накопите денег и вложитесь в серьезную вещь, которая вам действительно нужна и которую вы будете носить годами. Стоя в примерочной, просто составьте с ней мысленно 5-6 комплектов. Получилось? Отправляйтесь на кассу. Удачного вам шопинга. Я со своим шопингом закончил. Отправляюсь за Ирой. Я вижу уже издалека. Ну что, 1М1? 1М2, и мы с Ирой договорились, что она приходит к нам через месяц, и мы доводим до 1М1, потому что эмаль отличная, хорошо поддается отбеливанию, и нам нужно прям довести до идеала. Мне кажется, отличный результат. Но это на 1 тонн всего темнее, чем 1М1, поэтому результат у нас отличный. Ну я вас поздравляю. Ира, у меня для тебя кое-что есть. Сылкосерил – это настоящее швейцарское качество. Дентальная паста способствует заживлению рана к во рту, обезболивает за несколько минут и защищает раневые поверхности от внешних воздействий до 5 часов. А гелемазь Сылкосерил – это комплексный подход к заживлению различных повреждений, порезов, царапин или ожогов. Эти средства стоит всегда иметь в своей аптечке. Ну а теперь нам пора ехать вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макс, привет! Привет! Знакомься. Это Ира. Ира, это Макс Адам Шерротт в Эксметолог. Очень приятно. Здравствуйте. Давай скорее в кресло. Спасибо. Ира, давай так, если у тебя есть вопросы к Максу, пожелания, вот сейчас твой звездный час. Мне бы, наверное, хотелось сделать лицо чуть поострее, чтобы щечки были более палые. Вот так? Ну, можно сказать так. То есть ты хочешь такой чекап, да, то есть поднять щеки вверх, чтобы, да... Это возможно? Конечно, прекрасная процедура. Контурирует шкулы, и вот эта часть, да, выделяется очень красиво. А как это сделать? Очень просто. Здесь нужно сделать так. Вот так вот у нее идет линия. Вот она, оп, оп, тени щеки, пожалуйста. Вот она, да? Соответственно, в высшей линии мы вводим препарат. И, соответственно, здесь появятся дополнительные объемы, все как будто бы поднимется наверх, да? Вот так. Ир, ты так хочешь? Нет. Да, да, говорит Ира, хорошо. Ну что? Так, мы сделали еще кое-что. Это что значит? Ну, кроме того, что мы ввели сюда специальную гиалуроновую кислоту. Я даже сейчас вижу, что вот где был укол. Процесс пошел, да. И это будет постепенно увеличиваться. И потягиваться. Я еще добавил сюда несколько уколчиков, чтобы разгладить морщинку, которая уже стала формироваться. А Ира довольная сидит? Да. Я так понимаю, что после этой процедуры Ире наоборот нужно активно улыбаться и активно двигать лицо. Ир, у тебя это отлично получается. Спасибо. Продолжай, но не увлекайся. Макс, спасибо большое за работу. Ира очень довольна. Я тоже доволен. Нам пора ехать. Ир, вот мы с тобой в отеле. Здесь останешься на ночь. Но перед тем, как начать наш разговор, хочу дать тебе один бьюти-совет. Сделай три простых шага для победы над акне. Это очищение, лечение и увлажнение с помощью препарата Базирон и новой косметической линии Базирон Контрол. Базирон может помочь тебе быстро избавиться от проявлений акне прыщей. А Базирон Контрол правильно ухаживает за проблемной кожей. Держи, это тебе. Спасибо. Вот о чем хочу с тобой поговорить. Тебе важно, что о тебе думают другие? Да, конечно. На самом деле, мы сделали небольшой опрос, показывали твои фотографии незнакомым людям. Спрашивали, что они о тебе думают. Давай проверим. Какой ужас. Не бойся. Да. Она наверняка скрывает свой возраст, но мне кажется, больше 30. Женщина любая молодится, а эта сильно молодится. Мне кажется, что ей где-то от 35 до 40 лет. Возможно, ей около 30, но мне кажется, что она хочет выглядеть более юной, более такой агрессивной, молодежной. В принципе, мне нравится такой стиль, потому что нестандартный. Она очень современная и молода выглядит. Мне кажется, что отстригать волосы и выстригать на них там нечто. Если бы у нее была бы работа, дети, дела, проблемы, вряд ли она вот это себе выстригала бы. Она просто думала каждый день как бы поспать и где бы еще денег взять. На мой взгляд, она очень хороший, позитивный человек, очень такой, возможно, жизнерадостный, но может быть у нее в жизни были какие-то серьезные проблемы, беды, горе, которые она таким образом переживает. Может быть, она бармен, может быть, она фрилансер, программист, танцовщица, я не знаю. Наверное, человек имеет отношение к творчеству какое-то. Может быть, она какой-то музыкант или художник. Но не в офисе работает, точно. Драсс-код не пройдет. Что думаешь? Наверное, не по внешнему, в виду должны судить о людях. Ну, мне кажется, что ничего прям очень плохого никто не сказал. Они говорили, ну, чудаковата, интересная, необычная. А я хочу, чтобы еще красивая сказали. А-а-а. Ты же красивая. Не знаю. Я хочу быть умной. И опять-таки никто не сказал, что эта женщина такая умная. Вот это вот обидно. Я хочу сделать тебя такой, чтобы люди считывали все. И что ты глубокая, и что ты умная, и что ты красивая, и что ты интересная, и при этом не такая, как все. И над этим нужно работать. Ир, ну что, сейчас я ставлю тебя одну. Хочу, чтобы ты здесь хорошенько освоилась, отдохнула. А на кухне тебя ждет сюрприз. Это диета Елены Малышевой. С ней можно не только худеть, но и поддерживать свой вес в норме, без страданий и голода. Диета Елены Малышевой – это способ всегда быть стройной и красивой. Ну что, прощаемся? Пока. До завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее в программе. Мода без слов. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. О. М-м-м. Понравится ли Ире одежда для взрослых? М-м-м-м. СМЕХ И какое испытание ждет девушку в салоне красоты? Первое, я бы принес сюда машинку. Да. И просто все сбрил бы. Супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ранее в программе. Ирине Пабат сегодня исполняется 30 лет. А она все никак не повзрослеет. Ну, это вообще катастрофа. Ну, играет. Молодящаяся мадам, у которой снесло... Крышу. Крышу. У Александра Рогова есть всего лишь сутки, чтобы научить девушку правильно преподносить себя и направить ее страсть к эпатажу в модное русло. И вот в таком комплекте Ира будет выглядеть не как молодящаяся городская сумасшедшая, а как самодостаточная, уверенная в себе женщина, которая знает, чего она хочет от жизни. Удастся ли стилисту и его команде превратить фрик-диву в элегантную особу? Скоро узнаем. Ира, привет, доброе утро. Привет. Как спалось? Ожидательно. Давай, позавтракаем, проходи. Ир, начать хочу с совета. Красота начинается изнутри. Поэтому современная девушка должна следить не только за бьюти-новинками, но и за своим ежедневным рационом. Дополнит его комплекс витаминов и минералов «Дуавид» для женщин, созданный специально для представительниц прекрасного пола. В нем есть кальций и биотин, залог красоты кожи и волос. Спасибо. Ир, давай поедим чуть-чуть и поедем на примерку. Хорошо. Ира, фрик-дива ты моя. Ты готова увидеть, что я приготовила? Готова. Убирай маску. Во, класс. Вот. Интересно. Кожа? О, да. Вот это пугает. Почему? Ноги. Ой, я тебя умоляю, это будет выглядеть так же, как твои леггинсы, только мы правильно расставим акцент, и я тебе чуть позже объясню. Хорошо. Итак, Ир, я хотел оставить твою любовь к черному. Ну, это платье говорит само за себя, маленькое черное платье, у тебя прекрасная фигура, вы созданы друг для друга, чуть позже примеришь его, я думаю, поймешь, о чем идет речь. Почему ты боишься джинсов, я не совсем понял. Что с тобой случится, если ты их наденешь? Ноги. Что ноги? Визуально будут короче и шире бедра. Ну, во-первых, мы не будем тебе отрезать ногу такими сапогами, во-вторых, ты будешь на высоком каблуке, в-третьих, это не джинсы, а джеггинсы, это джинсы с авастаном, они тянутся, поведут себя на тебе как леггинсы, у них завышенная посадка, сядут на талии, если здесь проходит линия, значит, здесь твои ноги визуально и закончатся, понимаешь? Чем ниже ты опускаешь линию, тем короче становятся ноги, представляете? Образ номер два с интересной вот этой драпированной блузкой, там кожаные леггинсы, тоже на высокой посадке, топ я выбрал специально удлиненный, потому что ты должна учитывать правило, что нужно носить с джеггинсами или леггинсами удлиненные вещи, прикрывать попу и бедра, нельзя ходить так, так ты можешь пойти в спортзал. Я предлагаю не терять времени, а приступить к примерке, но перед тем, как ты отправишься в примерочную, я хочу кое-чем с тобой поделиться. Знай, ты уникальна, никогда не переставай мечтать, ведь только мечтай, ты сможешь изменить мир вокруг, найти вдохновение, тебе поможет линейка ароматов United Dreams от Benetton, с ними ты сможешь преодолеть все преграды, самое главное верить в себя, и помни, перемены начинаются с тебя, ведь все, что у нас есть сегодня, когда-то было на самом деле просто мечтой, согласна же? Саша, абсолютно согласна мечтать, это самое главное. Предлагаю наконец уже приступить к примерке, я думаю, начнем с топа и джинсов, самого тебе непонятного, иди за ширмой, а жду тебя здесь. Я убит наповал, можем продолжить, конечно, с тобой общаться на нашем языке. Ир, безупречно, как ты себя чувствуешь в этих ненавистных джинсах? Скована, вот, наверное, так, бедра, вот они меня немножечко. Ты не должна вообще думать сейчас про какие-то там объемные бедра или что-то там еще себе придумала, это так красиво. Во-вторых, хочу тебе открыть, может быть, секрет, может быть, ты об этом не знаешь. Твой тип фигуры сейчас – это самый главный тренд. Небольшая грудь и большая попа. Некоторые даже импланты в попу себе делают, чтобы попа стала больше. Еще зазнаюсь. Очень красиво. Так зазнайся. Ну, я в айфории. Не смейся надо мной. Да, мне хорошо. Мне хочется... Продолжить примерку. Как ты себя чувствуешь? Комфортно. Нет, классно. Кожа, во-первых, это мое. Ну, я такая... Интересная. Сейчас все настолько правильно, сейчас настолько все органично. Я собой горжусь, я тобой горжусь, что ты это чувствуешь, потому что такое тоже не каждая девушка вынесет. Не каждая девушка в этом выйдет и будет говорить, мне в этом комфортно. А вот ты – великий слесарь. Чувствуешь себя в этом комфортно. Я считаю, что цель достигнута. Давай перейдем к примерке этого гноминального платья. Я уже очень хочу увидеть его на себе. Очень честно. Ир, это настоящий «ммм». Это так красиво. Причем, казалось бы, просто черное платье. Я чувствую себя великолепно. Я чувствую себя комфортно, уверенно. Маленький стилистический момент. На тебе особенная сумочка. Видишь, сколько там камушков, сколько там блеска. И блеск разный. Фиолетовый, светлый, белый, синий, черный. Это что? Правильно. Это сумка-подсказка. Она тебе позволяет под эту сумочку подобрать туфли любого из этих оттенков. Фиолетовые, черные. Вот такие электрические, синие. Понимаешь? И эту же сумочку. Ира. Чуть-чуть сумасбродная. Может смело носить не только как вечернюю. На тебе могут быть джинсы из первого наряда. Вот эти синие лодочки. Это сумка. И какой-то простой уравновешенный топ. Ты понимаешь это? Да. В твоем случае такие нарядные театральные вещи допустимы, если ты их приглушаешь и нейтрализуешь. Это здорово. Ир. Да. Давай выбирать. Ты готова? Да. Да? Угу. Ира, я тебя поздравляю. Теперь мы точно знаем, в чем ты сегодня отправишься вечером на свой день рождения. Вы, пожалуйста, не переключайтесь. Совсем скоро вы увидите, какой Ира станет. А нам пора ехать в салон красоты. Смотрите далее. Не прическа, а сплошное безобразие. Какой выход найдет Александр Рогов? Первое, я бы принес сюда машинку. Да. И просто все сбрил бы. Супер. И как визажист уйдет в фэшн-отрыв. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Привет, девчонки. Здравствуйте. Ир, ну что, знакомься, это Лена Немцева, твой парикмахер. Здравствуйте. Это Оля Романова, твой визажист. Здравствуйте. Привет. Привет. Оля, идеи уже есть по поводу какого-то необычного макияжа? Ну, мне будет интересно сегодня работать. Тогда ты готовься. Пойду. До встречи. Ир, ну а сейчас нужно сесть в кресло, мы с Леной обсудим прическу. Давно мне хочется это сделать. Лен, давай разберем начес, посмотрим, что у Иры в принципе с волосами. Мне кажется, Ира сама справится. Разбирай. Разбирай, потому что я даже не знаю, с какой стороны подойти. Ну ладно. О, класс. Вот. А что это, химия? Да, это прикорневая химия. Прикорневая? А для чего это делается? Ну, для объема. Я не знаю, у меня столько эмоций, столько слов внутри, что я не знаю, с чего начать. При таком интересном лице, таком красивом лице, да, и вот такое, ну, простите, безобразие, конечно. Вот этот лак, это же травматизация волоса сплошная, химия. Да, и хочу всем девочкам сказать, что спирт просто травмирует волос. Спирт, который содержится в лаке. Содержится в лаке, да. Да, лаком я удаляю краску. Правда, который попал на одежду во время работы? Да, да, я удаляю краску с одежды. Представляете? Лаком. Какое количество там химических средств, которые выводят пятно от красящего средства? И чем тоньше волосы, тем меньше фиксации мы берем лак. Ну, вот у Иры, смотри, тонкие волосы, это значит, когда Ира пойдет в магазин выбирать лак, она должна выбрать с минимальной фиксацией. Но в итоге я знаю, чем у Иры это уже окончится, она выберет с минимальной фиксацией, но вылет весь флакон. Это правда. Все возможно. У меня, Лен, прости, что может быть я сейчас забегаю вперед, два варианта того, что я бы сделал. Первый, я бы принес сюда машинку и просто все сбрил бы. Супер. И мы, кстати, бы добились очень модной стрижки. Не знаю, готова ли Ира. Причем у нее такой хороший череп. Да, я знаю, у меня правильная форма черепа. Ира, ну это экстремальный вариант, но волосы действительно нужно спасать. Что бы я предложил? Давай сделаем то, что Ира в принципе сама, не ведая, там вот делает. Кок и вот эту высокую какую-то челку, высокую укладку. Безначе. Только я бы хотел вот от этого Иру избавить. Я тоже. Ира, что за реакция? Нет, я не могу. Почему? Ну, потому что волосы растут очень плохо. А зачем? Чтобы опять собирать вот это? Чтобы получилось вот это? Нет, я готова их вылечить, но длины, вот длины, я бы очень не хотела уходить. Это будет для меня трауром. Мы на самом деле хотим сделать тебе хорошо. Ты не думаешь, что мы хотим тебя обрить на волосы и выставить как посмешище. Ни в коем случае. Мы хотим сейчас, ты сама сказала правильно, оздоровить твои волосы. Что нам поможет их оздоровить? Стрижка. Стрижка. Лен, я уверен, что ты сделаешь то, что ей очень сильно понравится. И опять-таки мы должны учитывать, что Ира не высокого роста. Конечно. Что Ира необычная, Ира яркая девушка, и мы должны все это подчеркнуть стрижкой. Цвет волос останется прежним, не волнуйся, просто волосы будут блестящими, здоровыми, красивыми. А уж когда ты увидишь себя в зеркале и увидишь ту укладку, которую сделает Лена, ты вообще обалдеешь. Ну что, давайте начнем? Давайте. Ир, по рукам? Ладно? Это будет интересная работа. Будет круто. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ир, это так круто! Ты сейчас помолодела на 10 лет. Ты выглядишь вот прям нереально круто. Лена, ты такая молодец, у меня просто нет слов. Я вижу здоровые, красивые, сияющие волосы. Все это, насколько я понимаю, благодаря бальзамо-ополаскивателю Пантин. Ир, обязательно используй бальзам с каждым мытьем. Именно он дает такой поразительный эффект. Так ведь? Да, подтверждаю. На самом деле это еще не все. Ир, у нас есть для тебя подарок. Мы дарим тебе годовой запас шампуня и бальзамо-ополаскивателя Пантин. Пользуйся на здоровье, пусть твои волосы будут как в рекламе Пантин. Держи. Спасибо огромное. Так. На самом деле, Лен, потрясающая работа. Не смею тебя больше задерживать. Спасибо огромное за такой потрясающий результат. Тебе, Ир, спасибо огромное. Пока. Переходим к макияжу. Па-бам! Вау. Сегодня я тебе разрешаю сделать все, что ты захочешь. Вот вообще все. Все договорились. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ух ты! Ира! Я не знаю, что здесь сказать, Оль, но я просил фэшн-отрыва. Я, собственно, фэшн-отрыв получил, и это очень красиво. Хочу заметить, что это все-таки как нарядное, шикарное, очень яркое платье. То есть это не тот макияж, который мы можем использовать каждый день. Это тот макияж, который мы просто вот делаем для того, чтобы поднять настроение и почувствовать этот день особенным. Глаза вот такие невероятные. Ира, ты потрясающе сейчас выглядишь, свежо, интересно. Тебя хочется разглядывать. И мне кажется, ты вот такой эффект всегда хотела производить. Хорошо. Хорошо, сказал Ира. Но если вы тоже хотите, чтобы вам было хорошо, если вы хотите преобразиться, измениться до неузнаваемости, приходите к нам в программу. Прямо сейчас отправляйте ваши заявки на участие в кастинге по адресу, который вы видите на своих экранах. И, возможно, именно вы проведете самые модные 24 часа вашей жизни с нами на СТС. Оль, спасибо тебе огромное. Потрясающий результат. Нам пора ехать. До встречи в следующий раз. Спасибо. До свидания. Пока. Поехали. Ну, ты вообще другая. Я просто тебя не узнаю. Я в таком состоянии эйфории сейчас нахожусь, да, в состоянии ожидания. Ну, мне очень ты нравишься такой. Спасибо. Ты какая-то в хорошем смысле сейчас взрослая, а ты сейчас какая-то очень достойная и невероятная. Далее в программе. Три, четыре. Почему Ирина испытает шок? Я себя не узнаю. Сможет ли девушка принять новый образ? Я немножечко сейчас еще в шоке. Ранее в программе. Ирине Пабат сегодня исполняется 30 лет. У нее двое сыновей. А она и поведением, и манерой одеваться ничем не отличается от подростка. Ну, она уже так играет. Она неисправима. Ровно 24 часа девушка провела в компании Александра Рогова и училась носить одежду для взрослых. Смотра на себя со стороны. Если бы у нее была бы работа, дети, дела, проблемы, вряд ли она вот это все бы стригала. Вот это вот обидно. И сталкивалась с самыми неожиданными испытаниями. Я бы принес сюда машинку. Да. И просто все сбрил бы. Супер. Чем закончились смелые модные эксперименты, узнаем прямо сейчас. Ир, ты невероятная красавица. Ну, смотри на себя. Готова? Да. Готова? Глаза не мои. Да твои глаза, они у тебя потрясающие. Я немножечко сейчас еще в шоке. Конечно, без вот этой мочалочки после химической завивки тяжеловато. Но эффекта какой? Смотри, как красиво вытянуется лицо. Какой интересный кок. Это такая многофункциональная стрижка. Такие потрясающие волосы, густые сейчас, такие объемные. Ир. Я привыкну, я думаю. Ну, во-первых... Я не узнаю сейчас, Саша. Я не могу тебе ничего сказать. Вот прям я себя не узнаю. Мне кажется, Ира не захочет возвращаться к длинным волосам. Она сживется вот с этой короткой стрижкой. Ну, да. Я захочу возвращаться к туфлям-лодочкам. Скажи, красивая. Ну, честно, я не ожидала, Саша, честно. Мне очень нравится. Ир, я очень хочу, чтобы ты помнила и вспоминала об участии в нашем проекте только с позитивом. Обязательно помни все мои советы, советы всей моей команды. То, что Лена Немцева тебе говорила. Обязательно используй после шампуня, бальзама, поласкиватель. Это очень важно. Смотри, какие потрясающие волосы. Не то, что было до. Хорошо. Спасибо, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ир, перед тем, как ты отправишься на свой день рождения, хочу тебе кое-что подарить. Это новая туалетная вода Leaf Free из линейки ароматов United Dreams от Benetton. Держи. Она добавит твоему дерзкому образу оттенок соблазна и загадки. Аромат от Benetton поможет тебе быть уверенной в собственной красоте. Забудь о страхах. Не бойся менять мир вокруг себя. У тебя все получится. Давайте послушаем его. Да. Так. Оно? Оно. Ир, еще раз тебя с праздником. Хорошей вечеринки. Пока. Пока. Дорогие девушки, а вы хотите волосы, как в рекламе Pantin? Регулярно используйте бальзамополаскиватель и участвуйте в конкурсе. Выкладывайте свои фото с волосами, как в рекламе, используя хэштег «как в рекламе Pantin». И получите возможность стать лицом бренда в глянцевом журнале. Но нам с вами пришла пора прощаться. Вы смотрели шоу «Успеть за 24 часа». С вами был я, Александр Рогов. До встречи на следующей неделе. И помните, мы вас любим. А сейчас, пожалуйста, не переключайтесь. Вы увидите, как близкие Иры отреагируют на ее преображение. Мне жутко интересно. Надеюсь, вам тоже. Пока. Девушка в окнах. У меня рот открылся, когда я ее увидела. Сначала глушок, потом пригляделась. Она такая игривая, кокетка. Теперь мы выкинем весь гардероб. Теперь мы сделаем из нее стильную Викторию Бэхом. И может, у нее вообще вся жизнь пойдет по-другому, действительно, по-новому. И в лучшую сторону. Я себя чувствую новой, обновленной. Я себя чувствую интересной для себя, в первую очередь. Это очень-очень подталкивает и стимулирует к жизни, на самом деле. К новой жизни. Я так думаю. Редактор субтитров А.Семкин